МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортеры программы Республика и я, Татьяна Трофимова. О главном в Чебоксарах, в Чувашии и за ее пределами. Сегодня в выпуске. Люди задыхаются, дети играют с мусором. Кому пришло в голову превратить в помойку перекресток восьми дорог? И откуда дует зловонный ветер чиновничьего безразличия? Крэзи Баффало или Чувашия Буллс? Быки-производители лучших пород сегодня вышли в свет. На каждого красавца по несколько десятков тысяч невест. В чем сила бычьей любви? Праздничные молебны в храмах в праздник преображения Господня, что желают друг другу в великий праздник верующие и почему нужно раздавать яблоки. Тревожные новости приходят в эти минуты из соседней республики Мариел. Из-за крупного лесного пожара перекрыта для движения автомобилей федеральная автодорога «Вятка», соединяющая Чебоксары с Ешкаралой и Сыктывкаром. Эти кадры мы получаем от наших телезрителей. Есть угроза, что огонь перекинется на поселок и садовоческое товарищество. Очевидцы сообщают, что из опасной зоны эвакуировали порядка 140 человек. Автомобилистов, которые планировали попасть из столицы Чувашии в столицу Мариел, направляют в объезд через Казань по трассе М7. Крюк порядка 250 километров. В МЧС сообщают, что до конца рабочей недели в Мариел ожидается сильная жара до плюс 36 градусов. Такой же прогноз и для Чувашской республики. Сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Каждый день СМС с таким содержанием получают жители республики. Показатели термометров в ближайшие дни могут превысить 35 градусов. В Чувашии объявлен оранжевый уровень опасности. Дальше только красный, а с ним и значительная вероятность катастрофических последствий. Сейчас полностью запрещено разжигание костров не только в лесных массивах, но и на личных дачных участках и даже на берегах водоемов. В МЧС подчеркивают, за 6 месяцев текущего года в республике произошло 13 лесных пожаров. Пять из них в Алатарском районе. По фактам пожаров возбуждено два уголовных дела. Кроме того, хотелось бы отметить, что за отжиг сухой растительности у нас в административное ответственность привлечено более 100 граждан. И в связи с установившейся жаркой и сухой погодой Главное управление МЧС России по Чувашской республике обращается ко всем жителям и гостям нашей республики с просьбой ограничить посещение лесов. В ближайшие дни сотрудники пожарной охраны усилят контроль за соблюдением противопожарного режима, пройдут рейды. Нарушителям будут выписывать штрафы. Их сумма, к слову, весьма внушительная. Зловония и летающий по участкам мусор. Правда жизни восьми улиц южного поселка Чуваксар этим летом. В республике стоит зной, жара выше 30 градусов. Самая благоприятная погода для гниения. Куда выбрасывать мусор, когда его даже вынести некуда? Подходить сюда не охота, бардак тут. Местные жители хоть и негодуют, но все несут и несут. Пакеты, коробки, мешки и ведра. Здесь, на пересечении улиц Магнитского и Фадеева, место сбора мусора. Хотя так, похоже на свалку. Четыре контейнера на восемь улиц. Вот это одна, как говорится, помойка у нас только одна здесь. Здесь проходят восемь улиц, наверное, где-то. И все оттуда, отсюда, все несут сюда. Мы просили, чтобы хотя бы туда еще подальше поставили контейнеры. Нету. Все молчат. У Натальи четырехлетний сын. И он, как и остальные дети, любит играть на песочнице. И получается так, что вынуждены ковыряться в песочнице рядом с мусорными контейнерами. Где, откуда, извините меня, пахнет, отвратительно. Летают мухи, запахи. Мы недавно с моей коллегой, соседкой, оскоблили мертвую кошку. Вот здесь вот от земли. Знаете, какой запах был от нее? А дети сидели вот так вот и пытались ее тыкать пальцем. Какая площадка такие игры, не говоря о жутком запахе. Вот в таких нечеловеческих условиях, просто чудовищный запах, играют дети. Мальчик, давай не будем играть на дороге. Каждый житель частного сектора всеми силами старается облагородить участок. Но даже тысячи клумб не помогут избавиться от зловония. Вот мы стараемся, живем здесь, цветы сажаем, занимаемся, свои руки прикладываем, день и ночь тут поливаем, полим. И вот повернуться на 180 градусов, и вот, пожалуйста, вот такой вид у нас. У соседей есть негласные соревнования. После визита мусоровоза успеть заполнить бачок своим мусором. Как говорится, кто успел? Куда пойдет ваш выбор? Третий. Более свободный. Мы часто проверяем бачки, прежде чем сюда приходить. То есть, если бачки заполнены, мы у себя складываем просто этот мусор. А потом, когда освобождаются, приходим и складываем сюда. Куже тем, кто в этом ежедневном состязании проигрывает, приносит мусор, а места нет. Специально фоткайте, чтобы я мусор сюда выкидывала. Чтобы совести была по администрации. Такой бардак устроили, да. Каждый день летят мусорные мешки в кучу, а по инстанциям – письма о помощи. Приезжает машина, каждое утро они грузят то, что в контейнерах. То, что лежит на земле, они не поднимают. Они говорят, это не наше. В осенний период уже наступает. Идет большое количество растительных отходов и ботвы. Начинают люди с огородов выносить высохшую траву, листву. И объем отходов в разы увеличивается. И складывается такая ситуация, что вообще не вывозится. Для решения данного вопроса мы видим только один вариант. Это установка дополнительного бункера. В связи с чем мы сейчас направим письмо и попробуем установить дополнительные бункеры. В свою очередь региональный оператор по обращению с ТБО считает, что бункер не поможет решить проблему. Предприниматели начинают бесплатно свозить в них мусор из магазинов и небольших производств. Жителям необходимо обратиться в адрес администрации с просьбой установить дополнительные контейнеры на данную площадку. Только это поможет в решении данной проблемы. В администрации Калининского района Чебоксар круг замкнулся. Итак, два дня подряд. В итоге за один и тот же мусор отвечают вроде как два ведомства и одна администрация. На самом деле, что делать с обычными бытовыми отходами, не знает толком никто. Местные жители, хоть и негодуют, все несут и несут. Екатерина Шиверова, Павел Лисицын, Георгий Кривошейн, Бахтия Равилеев, Павел Редков, Республика. Строили одну, сломали все остальные. Сооружение скоростной автотрассы Москва-Казань обернулось неожиданными проблемами для жителей ближайших сел и деревень Порецкого района. Самосвалы, груженные щебнем, всего за несколько месяцев превратили без преувеличения в тонкодром проселочной дороги. Репортер Республики Екатерина Никитко попробовала проехать по непроезжим дорогам. От Сиявы до Кудехи 15 километров пути. Но отважившихся поехать на машине немного. Местные предпочитают пешком. Повсюду ямы, ухабы и выбоины. Жители сел уверены, межпоселковую дорогу разбили, пока готовились к строительству участка новой федеральной скоростной трассы М-12 Москва-Казань. Грохот самосвалов теперь здесь раздается каждые пять минут. Везут строительные материалы. Нам очень хотелось, чтобы в самое ближайшее время эта дорога была приведена в нормативное состояние, чтобы в первую очередь обеспечить безопасное движение школьного автобуса, так как будут подводиться дети в Кудехинскую школу из ближайших сел. Дети в школу, кареты скорые и пожарные. Проезда нет никому. Министр транспорта Чувашской республики сам сел за руль автомобиля. Так можно оценить состояние дорожного полотна, что называется во всей красе. Достаточно много используется техники и дорога активно разрушается. Вот мы как раз сегодня приехали для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится данная дорога, какие претензии со стороны жителей и что необходимо, какие меры принять для того, чтобы решить данную проблему. Представителями комиссии было принято решение уже 20 августа составить дефектную ведомость дорожного полотна. По сути, список ям и трещин с привязкой к местности. Сразу после этого начнется ремонт дороги и бреси Березовка-Кудеиха. К 1 сентября все неровности должны быть устранены. После завершения строительства автомагистрали М-12 на всех региональных дорогах, задействованных в перевозке строительных грузов, сделают капитальный ремонт. Екатерина Никитко, Павел Ракитин, Парецкий район, Республика. Чувашстат сегодня опубликовал данные по миграции. Так, за последние полгода из республики навсегда уехали в страны дальнего зарубежья 215 человек. При этом из села в город переехали почти 2000. Эта цифра почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Республиканском статистическом ведомстве подчеркнули, что эти данные не должны никого пугать. Это естественный и не просто нормальный, а вполне объяснимый процесс современного общества. При этом Чувашия может похвастаться высоким уровнем внутренней миграции в пределах родного региона. В Чувашии преобладает перемещение населения внутри республики, то есть из села в город или из города в село. Так, в пределах республики в первом полугодии перемещалось почти 12 тысяч человек, что больше аналогичного периода прошлого года на 17%. Репортеры республики вышли на улицы города, чтобы узнать мнение людей о перспективах переезда в другой город. Что думают люди по этому поводу? Как оказалось, большинство опрашиваемых не готовы оставить родину даже ради новых возможностей. Наоборот, сюда переехали из севера. А вам нравится? Нравится очень. У меня сестра в Северодвинске живет. Они в этом году побыли, очень понравилось. Сказали, теперь в отпуск только сюда будем приезжать. Наша родина – это Чувашия. Я побывал в многих городах и честно сказать, что мне не хочется покидать этот родной город, эту родную республику. Знаете, я пробовал жить в других городах. В Чебоксаре всегда тянет. Больше трех дней в другом городе находиться невозможно. Вот лично мне уезжать в Чебоксаре не хочется. Хотели поиграть в конструктор, а сложилось уголовное дело. Полицейские Чувашии задержали двоих приезжих из ближнего зарубежья, которые промышляли кражами в магазинах детских игрушек. Теперь двоим мужчинам суд объяснит, что детство закончилось. Подробности у наших коллег из пресс-службы МВД по Чувашской республике. Им слово. Я поехал в этот магазин. Языковой барьер, который возник сразу после задержания, не препятствовал гражданам одной из стран ближнего зарубежья при совершении краж в торговых центрах. Охрана отдела детских товаров крупного магазина по улице Калинина в Чебоксарах обнаружила, что на полке с дорогими конструкторами не хватает нескольких коробок. Судя по видео, их похитили двое смуглолицых мужчин, дважды заходившие в отдел с большой сумкой. О гастролерах были немедленно предупреждены магазины той же сети в других торговых центрах. Как только те появились в магазине по президентскому бульвару, охранники вызвали полицию. Найти общий язык с задержанными оперативникам удалось не сразу. Нами были приняты определенные оперативные мероприятия, в ходе которых были получены видеоизображения данных людей, которые как забирают товар, как выносят, как дальше проходят до своей машины, как грузят, возвращаются, второй раз совершают хищение и уезжают. В процессе работы были показаны ряд фотографий, для того, чтобы освежить их память. В конце концов, они приняли решение пойти с нами на контакт. Коробки с похищенными конструкторами стоимостью около 70 тысяч рублей были изъяты в квартире, которую иностранцы накануне сняли в Чебоксарах. В столицу Чувашии они прибыли из Нижнего Новгорода, чтобы, как говорят, прогуляться по магазинам. Но назвать данные кражи спонтанными вряд ли получится. Молодые люди приехали в Чебоксары не с пустыми руками. Да и в Нижнем Новгороде граждане бывшей Союзной Республики уже привлекались к административной ответственности за мелкие хищения из торговых точек. Они к этому готовились. В ходе осмотра их автотранспорта было найдено два приспособления, так называемые кусачки для электромонтеров небольшие, которые в кармане прячутся. Кроме того, у них было обнаружено пакеты большой емкости. При этом один из пакетов бумажный был вложен один в другой и между ними была проклеена фольга. По ходатайству следствия, отдела полиции номер два УМВД России по городу Чебоксары, 23-летние подозреваемые в краже были арестованы судом на время расследования уголовного дела. Теперь им грозит не только срок за кражу, но и последующая депортация из Российской Федерации. ЦИК Чувашия напечатает почти 4 миллиона бюллетеней. Их производство начнется за месяц до выборов. Причем бюллетени будут разные в разных одномандатных округах. Республика разделена на 22 округа и для каждого нужен свой. Кроме того, есть региональные группы, которые баллотируются по единому списку и там тоже разные фамилии. В итоге каждый избиратель получит 4 бюллетеня, 2 по выборам в Госдуму и 2 по Госсовету. Выборы, которые проходят сегодня в республике, я имею ввиду выборы депутатов Государственного Совета, отличаются большим количеством партий, которые изъявили желание в них участвовать. На сегодняшний день зарегистрировано 10 партийных списков. Это очень много. Откуда и получается такое большое количество кандидатов. Избирательное законодательство стало намного более либеральным, чем оно было в те же 10-11 годы. И это связано именно как раз с тем возросшим запросом на политические права и свободу со стороны представителей нашего общества. Джен Паула, Бостон, Морган, Кобра и Хедер. Сегодня стали звездами подиума, вернее деревянного настела в деревне под Чебоксарами. Когда съемочная группа программы «Республика» вернулась с осмотра быков-производителей, репортер Татьяна Молокова буквально взахлеб рассказывала о невероятной мощи природы, которая может себе позволить одному отцу завести несколько десятков тысяч детей. Уважаемые гости, начинаем нашу выводку с самого молодого представителя нашего стада, быка по кличке Джен Пауло, Голщинской породы. На местном племзаводе всего 24 быка. Вроде бы не так много для солидного предприятия, но каждый наперечет. Рогатые невесты со всей страны, к ним в очередь. На выводке сегодня 12 лучших – Голщинской и Арширской породы. Голщинская порода – это лидер по молочной продуктивности. В Чебоксарской республике стоят приоритеты – это увеличение молока, то есть обеспечение населения качественным и высокопродуктивным молоком. А Арширская порода – это порода, которая отличается тем, что высокая белковая молочность у этой породы, и она менее требовательна к условиям содержания, более адаптированная, более приспособленная. Племенные быки ради всего коровьего племени по стране. Один такой красавец с диковатым взглядом из подружья – Папаша 20 тысяч телят, а то и больше. А варенки все ждут и ждут от него ласки, хоть и без любви. Лучшие зоотехники со всей республики сегодня вроде как сваты. Ну, работаем с племообеднением мы уже с 2014 года. Как бы за свою практику я работала и с импортным котом, как бы семенем. Ну, убедились, что наше семя тоже не хуже импортного. Поэтому с 2014 года уже осеменяем только семенем, купленным с чувашского племообеднения. У нас удои с каждым годом повышаются. Сельхоз, специалисты, никакой романтики, все про дело. Про здоровье буренок, удои и прирост массы. Однозначно от быков надо уходить. Сегодня 40% всего осеменяется искусственно, в лично способных хозяйствах. Хотя есть вроде как места, как осеменить, но все равно их 243 пункта осеменения, да, а деревень 1718. Осеменять корову, куда-то водить, в соседнюю деревню все равно некомфортно, неудобно, да. Поэтому мы решили создать мобильные бригады. В конце августа мы их уже доведем. В 10 районах в этом году пробано. По принципу скорой помощи мобильные бригады будут готовы выехать к корове, если можно так сказать, на дом. Кроме осеменения, в списке услуг, медосмотр и даже маникюр, то есть копытокюр. Татьяна Молокова, Екатерина Шеверова, Алексей Изотиков, Игорь Зверев, Республика. Как лечить ангину, лишай паразитов у пациентов, когда они не могут пожаловаться на то, что и где у них действительно болит. Как найти подход и с какой стороны вообще подойти, когда у больного 4 лапы или копыта, грива и хвост. У ветеринаров есть рецепт, и не один. Самый главный – любить животных. Без этого в профессии не состояться. И только потом уже диагнозы, лечение и реабилитация. С одними из лучших айболитов в Канажском районе прямо на рабочем месте встретились репортеры республики. Сегодня мы делаем вакцинацию чижику нашему чижеку. Вакцинацию против сибирской неанды. Конь у нас здоровый, помещий осмотренный и спокойный. Челленджер – спортивный конь, постоянный участник соревнований. И только для своих он просто чижик. Ветеринар Надежда Андреева, безусловно, одна из них. В ее ведении все животные Канаша и Канажского района. Ветеринарный врач – как скорая помощь. В любое время дня и ночи выезжает к больным пациентам. Лечить приходится кого лаской, кого словом, а кого-то все-таки лекарствами и микстурами. К любому животному нужно подходить, я думаю, что с любовью, с лаской подходить нужно. И обязательно нужно соблюдать технику безопасности при проведении ветеринарных работ и услуг. Животные, они очень чувствительные, они чувствуют настроение человека и отвечают тем же, например, с лаской подойдешь, они к тебе и этим ответят. Будешь с ним групп, то и копытом ударят, и рогом заденут. От болезни ветеринара спасают не только домашних животных. В их обязанностях следить, чтобы на рынках и в магазинах продавали только качественные и полезные творог, яйца, мясо. Перед тем, как эти продукты попадают на прилавок в лабораториях, их тщательно проверяют тоже ветврачи. Зона ответственности огромная. Если в продажу попадет некачественный товар, пострадают люди. А Левтина Беляева на посту почти 30 лет. И поступление на рынок, это туши, мы сперва изучаем ветеринарный документ, зачем осматриваем внутреннюю поверхность туши и внутренних органов. Головы делаем два продонных разреза на феноз и один снаружи. Затем исследуем почелюстную лимфоузел на сибирскую язву. Ветсанэксперт за десятилетия работы сотни раз отбраковала и не допускала в продажу мясо, молоко, творог – все, что так уютно разложено на прилавках рынка. Делиться собственным опытом, а не книжным, вполне может на лекциях в университете. В этом году Левтина Беляева участвует в конкурсе «Лучший ветеринарный врач-ветсанэксперт». Ее коллега Надежда Андреева тоже показала свое мастерство как лучший ветеринарный врач-эпизиатолог. Имена победителей раскроют только 31 августа в профессиональный праздник ветеринаров. Элементарные движения русского народного танца «Ковырялочка» «Два притопа, три прихлопа» для воспитанников детской академии бывают невыполнимыми. Отмечает восьмилетие единственный в регионе садик образования инклюзивного. «Ин» вместо «Экс» значит «вместе». Репортеры республики побывали на празднике, где радовались не дате, а каждому шагу, каждому слову и даже каждой улыбке. Здесь и правда вместе здоровые ребятишки и детки с ограниченными возможностями здоровья. Можно ли обжаловать приговор, вынесенный самой природой, и как объяснить взрослым людям, что если ребенка нельзя вылечить, что ему можно помочь? Милана общительная и активная девочка. Она быстро привыкла к садику, хоть и прошел всего месяц. Всегда ласково здоровается, любит быть в центре внимания. И как упустить возможность оказаться на большом экране? Это сегодня они вместе с мамой поют про белокрылых лошадок и убегающих за горизонт облака. А сразу после рождения дочери маме Асе сказали, что ее дочь вряд ли сможет ходить, не сможет учиться и никогда не сможет стать такой, как другие дети. Синдром Дауна озвучили как приговор. Первая реакция, это был шок, это были вопросы, почему я, почему все это происходит со мной. Я просто рыдала, мне кажется, что как раз тогда я и выплакала, наверное, все слезы, все свое горе. Ася поверила не только в свои силы, прежде всего в силы своей дочери. Она сможет, они вместе смогут. Я просто сказала себе, нет, у меня такого не будет, с моей дочкой такого не будет. И когда я подошла к ней и потрогала ее вот так вот за ножку, у нее пульс просто забился, и она улыбнулась. Она улыбнулась во сне. А потом начались бессонные ночи и беспокойные дни. Не такие, как со здоровыми малышами. Курсы реабилитации, врачи, минуты отчаяния, годы борьбы. Когда пришло время идти в садик, маленькой Милане сказали, мест нет. Мест нет именно для нее, как и других деток с таким диагнозом. Пришлось вместо сада сразу идти в академию. Здесь не просто готовы принять. Здесь знают, как помочь ребенку, если его и нельзя вылечить. Сюда приходят и с полностью здоровыми детьми. Татьяна Быстрова – самая обычная мама самых обычных мальчишек и с необыкновенно большим сердцем. Ну, сегодня он выливал компот на голову, да, а потом нарисовал на стенах. Я говорю, ну а вы-то что, да? Ну, а мы их учим, мы их берем за руку, мы их ведем танцевать, мы их ведем заниматься зарядкой. Нельзя оставлять детей с безграничными возможностями наедине с самими собой. Их нужно обязательно помещать в общество, обязательно помещать в группы, в компании таких детей, которые их чему-то могут научить. Соответственно, они научат обычных детей тоже быть добрее, быть терпимее, быть чувственнее. Сейчас в дошкольной академии 104 ребенка. Из них 28 – с пугающей аббревиатурой в личной карточке. ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. Правда, здесь ее расшифровывают как очень веселые и задорные. Ева Крутова, Георгий Кривошейн, Республика. Главный аромат августа – яблочный. Сегодня православные верующие отмечают преображение Господня или яблочный спас. По преданию, в этот день Иисус предстал перед своими учениками на горе Фавор, окруженный сиянием, тем самым явил свою божественную сущность. Для нас преображение – это тоже преображение души. Надо преображаться, внешне стараться свои страсти. Как-то у кого какие у нас разные у всех страсти. Ну, надо потихоньку, наверное, надо вот помаленечку их забывать. Преображение – один из двунадесятых, то есть главных церковных праздников года, выпадает на Успенский пост. Сегодня разрешено к столу подавать рыбу. И по традиции в храмах освящают первые плоды. Верующие угощают друг друга яблоками. Считается, что чем больше раздашь, тем больше будет урожай в следующем году. Сегодня богослужение прошло и в Спасо-Преображенском женском монастыре. Для обители этот праздник престольный. 30 лет назад монастырь на Владимирской горке в Чебоксарах восстановили после запустения в советские годы. Это главные новости Чувашии к этому часу. О ваших сообщайте по телефону редакции 8 926 21 5 21 21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. На этом у меня все. Я, Татьяна Трофимова, прощаюсь с вами. С праздником вас, яблочным спасом. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»